ДИАЛОГ С ГОРОДОМ Глава города предложил встретиться в новом жилгородке, еще неизвестном большинству самарцев. Это произошло сразу после объезда Красноглинского района. Мы встретились вот здесь, в новом микрорайоне. Ну а далее проследуем по маршруту. Добрый день, Дмитрий Ильич. Добрый день. Ну что, посмотрим. Давно тоже сюда собирался заехать, посмотреть уже на сданное жилье, на исполнение тех планов. А здесь 40 тысяч жилья всего должно быть, которые так важны для всего нашего города. Вы знаете, есть требования президента о том, что нужно ускорять темпы жилищного строительства. И в идеале нужно вводить не менее одного квадратного метра на жителя в год. Так вот, мы вплотную подходим к этому показателю. В этом году мы рассчитываем сдать миллион квадратных метров жилья. Здесь мы приобретаем жилье для детей-сиротов. Ребята смогут уже в этом году сюда заселиться. 84 здесь, 112 квартир в другом месте. Есть желание, конечно, посмотреть уровень и степень готовности. Сами квартиры. Есть требования по квартирам. Да, вот здесь в этом, я сказал, 40 тысяч квадратных метров жилья. Здесь большая часть квартир однокомнатной. То, что необходимо по требованиям законодательства при предоставлении, в том числе, детям-сиротам. Однокомнатная квартира 38 квадратных метров. 18 квадратных метров составляет комната. 9,4 метра составляет кухня. И есть 2,5 метра коридора. Плюс санузел. Сергей Владимирович, это соответствует требованиям, которые предъявляются к этой категории жилья. И сколько здесь получается стоимость квадратного метра? У нас стандартная стоимость закупки. То есть мы размещаем на аукционные покупки в этом году 32,240. В прошлом году, вот в этой очереди, мы покупали по 39,00. Ну, это установленная государственная цена. В себестоимость-то вписываете здесь, я надеюсь? Да не может. Трудно вписаться в себестоимость. В прошлом году, когда мы покупали по 39,00, мы все-таки... Часть стоимости квадратного метра в виде субсидий совместно с мыстроим в Бесоморской области. Дополнительная решение. Ну, я говорил, нужна дифференциация по разным районам Самарской области, по разным муниципалитетам. Нужна просто дифференциация. Туль Патушин, представьте, фиксированная цена в Самаре и, допустим, в Кошках, в Челновершинах и Клявлино. Но такого уже не может быть. Мы понимаем, что там в разы дешевле. Конечно. И рынок другой, и затраты совершенно иного порядка инфраструктурные. Но вот это нужно выравнивать. Этот вопрос надо с правительством решать просто. Здесь люди учитывают, конечно, перспективу развития соседней территории, строительства стадиона, спортивной, социальной инфраструктуры, образовательной инфраструктуры. Все это будет непосредственно здесь. И сейчас люди уже об этом думают. Конечно, для молодой семьи вот такое небольшое жилье, оно очень востребовано сегодня. Однокомнатные квартиры в Самаре очень востребованы. Это стартовый капитал в определенной степени. Где-то родители помогли, родственники. Сама молодая семья что-то заработала. Вот они могут вложить, уже однокомнатную купить. Я вот, например, помотался по нескольким съемным квартирам. Там, по-моему, пять сменил. Прежде чем появилась возможность жилье приобрести уже в достаточно зрелом возрасте. А сейчас есть возможность, потому что вот есть такое жилье достаточно экономного уровня, приобрести сразу. Дальше, вы знаете, уже это нормальная практика, когда некоторые семьи идут на расширение. Вот у них есть однокомнатная квартира, родился ребенок, они покрепче встали на ноги, подзаработали немножко. И они меняют, приобретают там двух-трехкомнатную квартиру. Но, по-моему, здесь для того, чтобы начать взрослую жизнь, вполне пригодные условия. Во всяком случае, ну для меня бы в свое время это было бы просто большим бы счастьем. Мы говорили о социальной ответственности бизнеса, понятно. Но как так получается в жизни, что всегда социальная ответственность 90% растет на себе власть. И, как правило, муниципальная власть, в том числе и финансовую, в первую очередь, бремя. Ну вот смотрите, сегодня от всех налогов, которые собираются в нашем городе, выплачивают все жители нашего города, предприятия, в городскую казну мы получаем чуть менее 7%. Ну 7%, будем говорить, поступает от всех налогов только в муниципальную казну. 7%. Ну, чтобы представить, вы попробуете бюджет своей семьи, что вам надо на 7% дать образование ребенку, оплатить проезд до места работы, оплатить жилищно-коммунальные услуги, помочь родителям, и вот все на 7%. Вот представьте, на 7% вот это надо сделать. А в жизни нашего города это ровно так же. Понятно, что без поддержки региональной власти, федеральной власти невозможно ни одному муниципалитету самостоятельно справиться с этими масштабными задачами, которые стоят в том числе и в нашем городе. Часто говорят, а вот Москва, а вот Питер. Ну, во-первых, Москва и Питер это субъекты федерации, и, соответственно, они 50% всех налогов, которые собираются, они получают в свои бюджеты. Это раз. А во-вторых, мы понимаем, что там, в том числе, головные офисы вертикально интегрированных компаний, соответственно, уровень налогообложения, уровень доходов этих городов, городов-субъектов федерации, гораздо выше. Поэтому Москве нужно быть по вопросам абсолютно хозяйственным, для того, чтобы защищать проекты, для того, чтобы добиваться выделения средств, для того, чтобы в том числе давать предложение, каким механизмами создать условия, чтобы муниципалитеты были заинтересованы в повышении доходной базы. Вот понимаете, у нас, если говорить в целом по стране, по сельским, в том числе, муниципальным образованиям, они недофинансированы очень серьезно. И в какой-то момент у администрации, района, города может сложиться ощущение, что бессмысленны все его усилия по повышению доходной части бюджетов. Но когда он повысил доходы, а ему всего лишь на этот уровень срезали уровень субсидий, субвенций с вышестоящего уровня. И все. А какой смысл? Так вот, мы работаем в Всероссийском совете по местному управлению, в комитеты в Госдуме, в специально созданном совете по местному управлению при председателе Думы государственной Сергею Евгеньевичу Нарышкину, вот в том числе я был как раз на заседании такого совета, для того, чтобы создать условия оптимальной работы местного уровня власти, муниципалитета. Ощущение того, что вас слышат, есть? Есть, есть, есть. Потому что мы ведь с вами говорили на эту тему, кстати, да, и зимой, по-моему, говорили, что по поводу того, что казна местная, муниципальная, она всегда с таким вот... Ну, есть проблемы, конечно, но в том числе слышат, и сейчас вы знаете, что целый ряд законов принят по местному самоправлению, и следующий как раз этап, над которым мы трудимся, это вопрос касается налогообложения, доходной части муниципальных бюджетов. Вы знаете, что в конце прошлого года прошел первый съезд местного самоправления в Москве. Я был в составе делегатов, небольшой группы, которые встречались с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Очень обстоятельно обсудили широкий спектр вопросов. Я задавал три вопроса. Хочу сказать, все они по поручению президента уже воплощены в жизнь. В том числе вот закон совсем недавно, 10 дней назад, принято о стратегическом планировании Российской Федерации. Я этот вопрос как раз поднимал, что там должен быть муниципальный уровень. И в законе это есть. Поэтому совершенно точно можно сказать, что слышат, реагируют. Значит, и эффективность взаимодействия муниципальной власти, государственной власти, гражданского общества будет расти, будет расти и уровень комфорта проживания в городах и поселках нашей страны. Здравствуйте. Добрый день. Мне сказали, что здесь проблема, что перекопали. Двор не благоустраивает, как договаривались с инициативной группой. Ну, сейчас, судя по улыбкам, как-то жизнь налаживается, да, немножко. А вон эти же лески вылетают. Да, давайте сейчас поговорим. Алексей Николаевич, что тут произошло? Почему такой сбой? Почему уже в отремонтированном дворе у нас что-то начали копать? Что случилось? К сожалению, была нестыковка. Управляющая компания в прошлом году у нас подала заявку на то, что она будет менять в этом году ввод при подготовке к зимнему периоду. Ну и они все, в принципе, по графику начал работать подрядчик. И вот пришлось делать уже после начала работы. Управляющая компания заранее уведомила, а подрядная организация об этом не знала. Не знала. Но это нестыковка на уровне нашего департамента была. Ну, это, конечно, надо регулировать. Сейчас вопрос урегулирован. Да, все. То есть здесь тепловой вод отремонтирован. Отремонтирован. Теперь у нас давайте по подрядной организации. Значит, вы нам расскажите, что здесь предполагается по проекту. У нас проект предусмотрено. Вот детская площадка с игровой зоной для детей от 3 до 7 лет. Так, есть здесь замечания по детской площадке? Да нет. А у нас кто в инициативную группу входил, подписи собирая? Кто? Кто-то из вас входил в инициативную группу? Снимаю руку. Или все входили? Все входили. Все входили. По этой площадке есть замечания? Нет. Нету. По этой есть замечания? Нет. Более маленьких. Дорожки? Песка мало в песочке. Дорожки входили? Песочница в песок. Песок надо добавить. Вы проекты видели, дорогие мои жители двора? У инициативной группы у каждого дома есть. Что бы вы сделали иначе? Что бы вы поправили? Что вам не нравится? Потому что у нас задача же этой программы – именно сделать так, как видится вам свой двор. Нам не нравится вот это футбольное поле. Во-первых, вот эта конструкция разваливается. Это раз. Во-вторых, покрытие земельное. Здесь не доделано еще. У нас здесь полностью сделано задание. Нет, здесь, во-первых. То есть здесь не будет открываться, закрываться, так остается. Здесь заходит здесь. Хорошо. Значит, почему у вас уже там выбита вот конструкция? У нас по техзаданию заложена такая конструкция. На принципе, вот, я не знаю… Ну, я могу вам сказать, что я был во дворах в прошлом году, которые сделаны. Там все поперечины на месте. Значит, качество. Качество сварки, качество металла, качество работы, либо качество материала, собственно, как обычно. Ну, мальчик, как… В таком виде мы это не примем. С управляющей компанией ты дружно живете? С управляющей компанией? Да. Ну, так они сейчас нам вот что попросим, все делают. По поводу деревьев, деревья, давайте так договоримся. Устраивайте, их надо сажать или осенью, или весной. Все мы садоводы, все мы это знаем. Значит, если по осени собираемся сажать, устраиваем субботник, Алексей Николаевич приезжает, звонит мне, я тоже подтянусь. Вместе сажаем деревья, тогда посадочный материал мы обеспечим. Но делаем вместе, делаем вместе. Если устраивает, значит, такой вариант мы подготовим. Но нам надо как можно больше людей все-таки вытаскивать из домов, чтобы иначе двор не преобразить. Значит, по дороге работы еще не выполнялись по внутрикварталке. У нас внутриквартальные проезды, так называемые, у вас тоже будут сделаны здесь. У нас здесь срок сдачи августа, 24 августа. То есть это пока внутренние, так сказать, работы, а вот по периметру, то, что касается дорог и освещения, эти работы еще впереди. Знаете, мы хотели бы как, чтобы многоквартирные дома часть затрат, копеечную часть затрат на себя брали. Знаете почему? Чтобы жители сами немножко следили. Чтобы была ответственность. Мы готовы компенсировать там, ну, абсолютную большую часть этих затрат. Но если люди хоть копейку или своего часть труда вложили, они по-другому относятся. К сожалению, сегодня больно видеть. Приезжаешь в двор, вы знаете, что с 2011 года мы вот запустили эту программу комплексного благоустройства дворов. Ну, не было никогда такого, да, если в лучшем случае там одну песочницу поставят, все на этом. И с время, как построили дома, нигде во дворах ремонт комплексного не проводился. Мы это начали делать. Но мы сейчас приезжаем в двор, который два года назад вот привели в порядок. Там уже то поломано, это. А кто это сделал? Да вот, конечно, вот говорят, здесь живут, здесь живут. Ну, давайте вместе понимать, что это наше имущество. Наши с вами. Наши с вами. И вот, если мы так к этому будем относиться, ну, тогда мы это все сохраним. Надолго. И денег не потребуется. Если ломать не будут, то не надо будет и ремонтировать. Спасибо вам, я поеду. Еще у меня в объезде сегодня. Я хотел бы почаще, но город большой, везде там не успеешь. Дмитриевич, вот вы сейчас сказали, я сказал, что у меня есть вопрос с подвохом по поводу глав, вообще по поводу администрации. Вы говорите, есть же взаимодействие с главами районов? Может быть и есть, но как заставить их работать с полной отдачей, да, для того, чтобы они тоже слышали, видели, понимали и шевелились как должно? Поверьте, для этого сегодня, ну, все условия созданы. У нас есть общественные советы в районах. Там вошли очень неравнодушные люди, иногда такие, знаете, по-настоящему сердитые, которые главам районов не дают покоя. Моя требовательность к ним очень высока. Я практически в режиме онлайн, в том числе благодаря интернет-технологии, все не знаю, где глава района находится. Вот каждый утренний обход-объезд сегодня фиксируется на карте геопортала. Собственно, каждый житель может посмотреть, где его глава района на утреннем объезде находится, либо уже обошел, и какие меры принят. И самое важное здесь, кроме внутренней организованности, готовности этих людей работать, а сегодня все главы районов, поверьте, трудятся там по 16-17 часов, но вот этот вот общественный контроль, в том числе за работой администрации, как городской, так и районной, он очень важен. Мои принципы вам известны, и жителям тоже. Это прозрачность работы власти, и это подотчетность перед населением. Власть должна быть подотчетна. Ни в них это понимают, но в администрации города это понимают все. Вот что лично мне понравилось, я сейчас послушал вашу беседу с жителями, были вопросы, были комментарии, были какие-то замечания, но не было озлобленности. Вы обратили внимание, да? Озлобленность была 11-12 год. Тогда люди устали от того, что власть их не слышит, с ним никто не общался, никто по дворам не ездил, на встречах не отчитывался, и это было очень заметно. Сейчас люди понимают, что если есть проблема, ее надо представить, и появится глава района, глава города, если надо, представитель других служб администрации, и вопрос будет решен. Мне очень дорого, что вот этот опыт сегодня появился в нашем городе, его многие-многие годы не было, наверное, в лучшие советские времена можно к этому оперировать опыту. Мы его возродили, и сегодня люди это понимают, они не кричат, не скандалят, дают замечания, предложения, и самое главное, появляется готовность к сотрудничеству, к тому, чтобы делать вместе. Вот это самое важное. Вот если мы этого добьемся, то все вопросы в городе решим, ну, однозначно. Дмитриевич, я немножечко хочу уйти от темы благоустройства дворов и перейти к теме, которая для вас не менее важна. Вы о ней говорили многократно и делали главное действие очень конкретное в этом отношении. Итак, в городе прошли первые торги на размещение рекламных конструкций. Ну что, можно сказать, что они принесли какие-то существенные доходы в городскую казанскую? Свыше 600 миллионов рублей, это уже, так сказать, свершившийся факт. Конечно, это очень серьезное подспорье для бюджета города. И я напомню, что эти деньги, еще торги не были приведены, но они уже предусмотрены в бюджете, как доходные источники. И, соответственно, эти деньги пойдут и на благоустройство города, и на ремонт школ, и на ремонт детских садиков, и открытие новых групп, новых мест в детских садах. И на приведение в порядок исторической части города. Напомню, что в том числе большая часть этих средств мы по договоренности с правительством Самарской области, приступая к реинновации исторической части города, предусматриваем на эти цели. Вот могу сказать, что я доволен результатами торгов. Наверняка будут еще сейчас некоторые сложные заключения контрактов, жалобы. Это обычная история. Все города через это прошли. Но очень важно, что мы это сделали. И еще в одном секторе, важнейшем секторе на самом деле, и доходном секторе экономики города, наведен будет порядок. Мы же на благоустройство, смотрите, сколько тратим. Ну, набережная. С 2011 года идет реконструкция. Сегодня все, кто приезжает, говорят о том, какая она замечательная, что это вообще лучшее, где они видели. Очень приятно было слышать отзывы от прокуроров, в том числе, вы знаете, у нас совещание генеральный прокурор России проводил. Посетили набережную, его коллеги. И, ну, повод для гордости, да, оценили, сказали, слушайте, это замечательно. Это очень хорошо. В качестве лирического отступления, могу себе позволить сказать, вот прям буквально несколько дней назад, выходные, ну, прошлый выходной был на набережной, очень приятно видеть. Есть с чем сравнить, там, раньше это, мы помним, пиво, сигареты, люди. Караван-сарай такой, да. Сейчас это ролики, это скейты, это велосипеды, это гуляющие люди. Семьи. То есть это детский смех, вот я говорю просто ассоциативно, да, то, что вот нахватало, так сказать, мой взгляд. Важно, почему набережная, да, было еще, я говорил об этом, много, конечно, в городе проблем, но в любых преобразованиях нужны символы. То есть люди, сегодня набережная для многих людей, это символ изменения в городе. И они начинают замечать, что ага, и это меняется. Какой ремонт дорог сейчас ведется, да, какая реконструкция дорог, которых много лет мы собирались, ну, вспоминая ту же Луначарского, например, улица. Как скверы, парки меняются, как меняется отношение, ощущение в городе. Благодаря таким символам люди начинают на это обращать внимание. А символы всегда нужны. Ну, так человек устроен. Почему ВДНХ восстанавливают сейчас, да. Это символ, опять же, это символ достижения, повод для гордости. Это возможность задуматься и для себя, что ты сделал. Это наш город, это наша страна, и без нас здесь никто порядок не наведет. Если мы не вложим в свой труд, в свое старание, в свои финансы, да, имея в виду налоги, ну, ничего не изменится. Ничего не изменится. Здравствуйте, извините, что мы тут не сразу. Мы гости из Москвы, нам очень нравится. Две подруги. Две сестры. Две сестры. А вы приехали. Сестры, я и твои приехали. Здравствуйте. Нам очень нравится. Да? Ну, хорошо. Вообще, я была здесь в 63-м году. Город, ну, вообще, изменился. Из 63-го года не были? 63-го года. 50 лет не были? Не были. Ясно. Ну, сейчас приехать совсем в другой город. Но это да, работы еще много. Да, работы много. Да, но есть уже, что и сделать. Хотите менять площадь? Ну, здесь мы уже тут просто не были. Здесь 3-4 года назад. Наверное, вы-то Самарская? Да, да. Наверное, помните, что здесь было. Да, ларьками все заставлено и так далее. Вот сейчас сделали. Сейчас посмотрим. Здесь еще незаконный объект один остался, капитальный. Вот его сейчас снос идет. Приехал проверить. Дмитриевич, по человечески, как Самарту, сейчас было очень приятно слышать от женщин, от москвичек, что они не были здесь очень давно, но город в лучшую сторону очень изменился. Да, это искренние жители, которые приехали. И вас, кстати говоря, зовут Москву, уже давно работать. Как? Нет? В общем-то, желание. Ну, слух постоянно на эту тему много. Вы правы, что... Я просто ассоциации возьму, уж простите. Понятно. Ну, наверное, сколько работаю, буквально через полгода, вот как началось, меня все время куда-то провожают. На федеральное министерство, в Госдуму. Кстати, про Госдуму, если вы помните выборы, которые были в 2011 году, я уже был в списке в Государственную Думу. Список возглавлял губернатор Самарской области региональной, партийной. На тот момент Владимир Владимирович Артиков. Я был вторым в списке, и, собственно говоря, тогда действительно мог уйти в Госдуму. Но я избирался на пост мэра. На тот момент отработал только год. Вот работы впереди было еще огромное количество, в том числе исполнение планов, наказов жителей. И, конечно же, как вы видите, работаю и работаю до сих пор. Но слухи эти время от времени возникают. Меня еще раз провожают в губернаторы других регионов. Теперь вот в Совет Федерации. Ну, не надо слухами питаться. У нас среди депутатов есть такие слухмейкеры. Это, ну, как шуты, как клоуны иной раз просто пишут вещи, которые, ну, не знают ничего. Но чтобы показать свое всезнайство, да, там, надуть щеки, сказать, а я вот знаю чуть больше. Ну, зачем? Ну, если ты солидный человек, тебе это не нужно. Павел, поэтому здесь обсуждать пока нечего. То, что касается Совета Федерации, вы знаете, что мы находимся в преддверии важнейшего политического события в нашем регионе, выборов губернатора, которые пройдут 14 сентября. И вы, наверное, знаете, что каждый кандидат вместе с подачей документов на регистрацию должен подать и трех человек потенциальных кандидатов в Совет Федерации от исполнительной власти. И если в такой список я буду внесен, я почту за честь. Потому что это, на самом деле, очень важно и серьезно. Это высший орган законодательный, да, верхняя палата парламента. И это почетно и достойно представляет там регион. Но еще раз подчеркну, это дает и возможность мне участвовать в избирательной кампании, помогать тому или иному кандидату в выборах. Если эта тема возникнет, мы сядем с Николаем Ивановичем Меркушкиным и ее обсудим. Пока обсуждать нечего. Нужно дело делать, нужно работать каждый день, а не питаться слухами. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Ильич, в понедельник нашу Самару посетил президент Российской Федерации. Мы знаем, что и представители федеральных министерств, министры сами здесь были, да. Не могу не спросить. И вы знаете почему? Потому что было много разговоров, слухов, грязных, извините, намеков по поводу того, что сейчас приедут и что-то тут будет нехорошее. У нас так все плохо. Не слышал ничего об этом. Было такое, Дмитрий Ильич, но как вообще их впечатление реально? Важнейший визит, понятно, глава государства, Владимир Владимирович Путин. Один из самых влиятельных людей в мире. Это международное признание. И то, что он побывал в нашем городе и принял целый ряд очень серьезных решений, как по развитию регионов, так и по развитию отраслей, а значит и наших заводов. В том числе вы знаете, что совещание главное произошло на РКЦ «Прогресс». Конечно, это очень важно. Это дает нашему городу очень серьезный импульс развития. Это новые рабочие места, это новые заказы для наших предприятий, это развитие науки, техники, развитие нашего кадрового потенциала. За этим, конечно, будут тянуться и другие вопросы. Это неразрывная вещь, потому что всегда никто не отменял понятие базицы и надстройки. Вот экономический базис укрепляется, значит, и больше возможности решать социальные вопросы населения. Конечно, очень важен визит и с точки зрения подготовки к чемпионату мира по футболу. Вы знаете, президент лично поучаствовал в закладке, там буквально фундамент Самарского стадиона. Но это огромная честь и огромная ответственность для нас. Я уверен, что стадион будет одним из лучших не только в нашей стране, но и в Европе. И, конечно же, очень приятно было, пообщавшись с рядом с министром, услышать оценку тех изменений, которые происходят в городе. Мы действительно в какой-то момент сильно отстали. Но сегодня люди, которые бывают время от времени в нашем городе, видят динамику изменений. Важна динамика изменений. Потому что хозяйство тяжелое у нас у всех было. Но то, как город меняется, оно заметно. Я общался лично с министром спорта Виталием Леонидовичем Мутко. Слышал очень много добрых слов о Самаре. О том, что здесь чемпионат точно будет. О том, что практически решен вопрос по проведению здесь матчей не только групповых, но и одной восьмой финала. Что с учетом тех изменений, которые происходят в нашем городе, будет рассматриваться вопрос и одной четвертой финала в 2018 году. Отдельно Виталий Леонидович просто поблагодарил буквально за набережную. Он там бывал в разные годы, еще в советские годы, в более поздний период. Сказал, что в превосходных тонах о нашей жемчужине отзывался. Конечно, мне как самарцу это было очень приятно слышать. И Виталий Леонидович выразил уверенность, что Самара уж точно будет готова. Собственно, он уверен и в том, что Самара будет готова даже, чем многие другие города, к проведению матчемпионата мира. Вот. Высокая оценка, приятно ее слышать. Но я ее слышу время от времени, сегодня от многих федеральных чиновников, структур, чем нельзя было похвастаться буквально 3-4 года назад. Здравствуйте. Так как у нас идет благоустройство, улучшение города. У меня такой очень больной вопрос, мы куда только не обращались, все это пустое. У нас здесь школа 141-я, и сейчас 89-й Кировский район и промышленный. Там расположена рядом пивнушка круглосуточная. И в дом еще открыли пивнушку. Вот, например, был День молодежи, там, 25-й, вон, как-то... Ну, закрывали, да. Все, кроме вот этих. Они вот работают постоянно. То есть они продолжают работать. А можно я вас прошу... Причем и ночью, постоянно, мы куда только не жаловались. Записать адресок, ладно, и мы с главой района поработаем. И мы куда только не писали, и в Роспотребнадзор, и все это бесполезно. А участкового знаете своего? Да все бесполезно. А знаете участкового своего? Да. Прямо знаете в лицо? Да. Ну, вы, значит, активный человек, это хорошо. Да, может, измениться. Мы сейчас адрес запишем, и с главой района... Потому что меня там без школы, а ночью там вообще спать невозможно. У нас лицензии выдают, к сожалению, государственный уровень. Они говорят, все это положено, там просто вывеску поменяли, что выпечка в этом киоске, и все. Хорошо, давайте адрес запишут, и как с вами связаться. Хорошо, спасибо вам. Ну, один вот, одно такое заведение, вот идем смотреть, как сносится. Вот одно из проблемных мест на протяжении многих лет. Незаконное строение. Вот вы видите, площадь приведена в порядок, как детская площадка сделана. А вот это место, незаконно занятое кафе, несколько лет нам пришлось судиться, и глава района настойчиво этим занимался, там, изо дня в день, для того, чтобы добиться его сноса. Вот сейчас снос идет, надеюсь, он мне докладывал, сейчас посмотрим, как он идет. Конечно же, и дальше нужно еще таких мест, к сожалению, много. У нас бизнес не всегда вообще вот эту ответственность чувствует, здравствуйте, социальную, да, и те улучшения, которые в городе происходят, часто, к сожалению, происходят там, вопреки конкретному бизнесу на этой территории. Вот сейчас один из примеров улиц Клиническую ремонтируем. В этом году мы ремонтируем проезжую часть, мы ремонтируем пешеходные зоны. Там стоят ларьки, они законные, есть договоры. Но мы говорим бизнесменам, слушай, ты убери, да, и мы приведем в порядок эту территорию, да, посмотрим, давай, куда их переместить. Понимания не находим. Жестко работы, строительные работы остановились, да, которые в интересах жителей делаются и всего города. Ну, нашли собственника, это уважаемый очень человек, объяснились с ним, надеюсь, он не будет позориться и решит этот вопрос, уберет эти киоски оттуда, найдем мы им другое место для того, чтобы, в общем, ремонт провести. Ну, вот с такими случаями сталкиваемся, к сожалению. Никто, собственно, не планирует, да, никого там ковид-бизнесом, да, то есть решит вопрос. Еще раз, мы ни одного, ни одного законного киоса, который имеет договоры с улиц города, не удалили. Ни одного, только незаконного. Но тоже понимание должно быть. Ну, вот видите, вот два года работы главы района и руководит департамент Патрия Прынка для того, чтобы справиться с этой задачей. Два года судов изнурительных, потом работа со службой судебных приставов, чтобы приведено было в исполнение. Замена исполнительного производства. Мы взяли на себя там снос собственников, привели в чувство, занимается он сносом этого здания. Предполагается, что здесь будет тоже детская площадка. Ну, вот видите, не случайно здесь уже вот и музыка играет, что называется, да. Ну, когда место обустраивается, ну, пришли в музыканты на помойку, да нет, конечно. Ну, вряд ли. А здесь, когда площадь привезена в порядок, видите, появляются и музыканты и так далее. А личное впечатление главы города, когда он видит результат своей работы, всегда интересно. После долгой борьбы, после того, как кусают со всех сторон, грызут, а потом вот раз и результат. Вот какая еще? Очень тяжелая тема, потому что могу сказать, что какой-то удовлетворенности, эйфории не происходит. Потому что всегда видишь, что улучшить, что еще изменить. А что бы сделать, может быть, надо было чуточку уже по-другому. Время идет, ты узнаешь больше, чуть-чуть по-другому смотришь, технологии для себя открываешь какие-то и так далее. Вот, кстати, переход, когда мы сделали площадь, жители просили сделать переход. Сделали переход, отремонтировали, привели в порядок, но, к сожалению, вот граффити, вандализм, разбитые плафоны. Ну, будем ремонтировать еще. Это получается опять за счет бюджета? Конечно, конечно. То есть мы каждый раз, вот эти вот там хулиганы, эти добросовестные люди, они, в общем, крадут у всех нас деньги. Потому что это нужно ремонтировать, приводить в порядок. Вот смотрите, раньше здесь вот так киоски стояли, и доску почета Кировского района видно не было. Я помню, да. Теперь вы видите, да, почетные граждане района. Здесь опять свое достойное место занимают. Можно увидеть своего соседа, свое товарища, человеком, которым район гордится, его родные, близкие люди, и который здесь по достоинству размещен. Да, видите, авиационный завод, пожалуйста, детская школа искусств. Галина Никитична, очень приятно здесь увидеть. Это почетные граждане района, и, конечно, я уверен, что на них равняются вот сегодня и молодое поколение. Мы об этой практике забыли когда-то, к сожалению, в 90-е. Но вот видите, мы это восстанавливаем, сохраняем, и это очень важно. Да, здравствуйте. А кто мы звонит? А, на Байконуре. Это наш звездный десант, я так понимаю. Да, нам здесь тепло. Так, так, как зовут тебя? Саша. Саша, ну давай, рассказывай, как там звездный десант Самарский на Байконуре. Да, мы разместились в гостинице. Сегодня мы уже посетили несколько экскурсий. Мы побывали в центре подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Прогулялись по аллее космонавтов. Ребята заинтересовались тренировкой космонавтов. Нам все рассказали. Показали специальные костюмы, снаряжение. У нас проходила беседа с начальником службы спасения космонавтов. Рассказывал нам, как проводятся различные операции. Саша, ну программа уже очень у вас интересная, очень насыщенная. Как добрались-то без происшествий? Да, все было замечательно. Везде все тепло. Будьте слышим, мы бы хотели выразить огромную благодарность администрации. Спасибо, Саша. Принимается. Огромное спасибо. Передавайте приветствие из Самарии, от Байконурской земли. Так, хорошо, передам. Завтра будем запускать ракет-носитель. Понятно. Но все живы-здоровы, это самое главное. Программа интересная и насыщенная, это замечательно. То, что встретились наши товарищи, коллеги в Байконуре, им огромное спасибо. Поблагодарим их отдельно. Значит, вам, что называется, не проспать ракету и не проспать ее пуск. Сглядите в оба, вернетесь, расскажете. Очень рад, что звездный десант наш в Самарске на Байконуре. Ждем вас домой. Огромное спасибо. Спасибо, Саша. Всем ребятам привет большой. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну вот, видите, приятные новости. Немножко поясню, это наши ребята, звездный десант, ребята, которые увлекаются авиацией, космонавтикой, и которые изъявили желание, победили в конкурсе. Вот они поехали на Байконур, мы вместе с нашим легендарным предприятием, с прогрессом, эту поездку устроили. За что, конечно, и нашим коллегам с прогресса огромное спасибо. И вот сейчас они на Байконуре, запуск ракеты, они с этими впечатлениями вернутся, я уверен, и сами пойдут и учиться, и работать в авиакосмическом отрасли. И уверен, еще многим-многим, сотням ребят расскажут, и те выберут этот путь. Такой важный для нашего города, которому уделяет внимание не только городская администрация, областная организация, министры, но и лично президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. А у нас вот смена растет. Смена растет для будущих космонавтов, летчиков, конструкторов и ученых. Ну вот мы сейчас говорим с вами о будущих космонавтах, летчиках, конструкторах и ученых, и находимся как раз, наверное, на том месте, где как нельзя, кстати, поднимать разговор об этом. Аллея трудовой славы, да? Аллея трудовой славы нашего города. Кстати, знаете историю, вот когда создана? Вкратце. Вот видите, 45-й, 85-й год здесь написано. Это к 40-летию победы, но и в советские времена бывали сбои, открыли ее не в мае, а в ноябре. Ну, понятно, сезон летний, осенний нужен для того, чтобы работы все было выполнено. Так что она открыта вот в полной мере уже к ноябрьским праздникам. И вы знаете, что здесь мы планируем в следующем году установить арку. Триумфуальная арка. Насколько я понимаю, мы знаем практически. Ну, арку победы, арка труда, да, вот где-то здесь. Причем долго выбирали место. Во-первых, идея возникла не случайно. На одной из моих отчетных встреч в Октябрьском, по-моему, районе это было, ветеран задал вопрос и сделал это предложение установить вот арку, арку победы, которая бы отразила и ратный, и трудовой подвиг куйбышевцев. Самарцев в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, какой наш вклад город внес в победу над фашистской Германией. И, конечно же, мне это предложение очень понравилось. Я тут же поддержал, дал поручение проработать эскизные проекты. Но потом мы провели конкурс, и вы знаете, что была создана общественная конкурсная комиссия. Она, собственно, и отобрала и проекты, это и арки, он есть, с ним можно ознакомиться, и место расположения. По месту расположения также было много предложений, где ее останавливать. Но мы прислушались к ветерану, и в первую очередь наш герой Советского Союза, Владимир Иванович Чудайкин, он, кстати, возглавляет общественный совет ветеранов Кировского района, он внес это предложение. С кем-то поспорил, убедил. Я его сразу поддержал. Это место, по-моему, достойное. Здесь еще раз хочу подчеркнуть, и ратный, и трудовой подвиг наших земляков можно отразить в полной мере. Я уверен, что в следующем году арки здесь быть, естественно, и аллею трудовой славы нужно приводить в порядок. Здесь расположены объекты, ну, по памяти скажу, 11 предприятий. Я собрал всех руководителей предприятий и членов руководителей профсоюзных организаций, сказал, давайте мы вместе сделаем, давайте каждый свой мемориальный комплекс своего завода, давайте восстановим, приведем в том вид, которого, ну, достойный и наш город, и ветераны. И с удовольствием хочу сказать, что все, без исключения предприятия, нас поддержали в этой работе. Мы немножко забываем, ну, вот в 90-е, в нулевые стали звать, что такое Куйбышев, что такое Самара для нашей страны. Какой мощнейший экономический потенциал. Знаете, у меня в самом названии Куйбышев слышится такая локомотивная мощь буквально какая-то. Куйбышев, мощный сразу промышленный, экономически развитый центр восприятия в моем. Ну, Самара, конечно, более красивое название, но мы должны вот потрудиться тем, чтобы и слава Самары, и слава Куйбышева воплотилась в нашем и в будущих поколениях, и наш город развивался, рос, креп, процветал. А для этого мы должны, конечно же, показывать, что уважение, почет людям труда, людям, которые защищают родину с оружием, в руках и у станков, в нашем городе сохраняется. Значит, и будущее поколение самарцев на этих примерах будут расти. Очень важны, это, конечно, реальные дела. Но за реальными делами мы должны не забывать о стратегическом взгляде в будущее нашего города. Вот многие считают, знаете, что без этого видения перспективного можно обойтись. Это не так. У нас крупный промышленный центр, огромный город, который известен в нашей стране, вносит огромный вклад в экономику России. И за ее пределами известен очень хорошо. Конечно, мы должны думать о стратегических задачах, поэтому воплощение в жизнь стратегии развития города, которая принята в прошлом году, она также важна. Но воплощение в жизнь невозможно без доверия населения. Я на прощание, может, расскажу один случай. Какой уровень доверия восстанавливается? Вот мы сегодня, в том числе, благодаря нашим гостям, говорили о набережной Самарской, о том, что люди ходят, радуются. Совсем недавно директор Самарской набережной мне рассказал такую историю, что жители окрестных домов позвонили ему и попросили убавить звук на световом фонтане. Вы знаете, он светомузыкальный фонтан. Там домов-то вроде рядом нет. Вот. И можно было бы, наверное, в ответ сказать, да вы знаете, тут домов нет, не так шумит, людям нравится. Но какой уровень коммуникации и доверия сегодня есть между муниципалитетом и жителями нашего города? Они взяли и убавили звук. Ну, представьте, вот 4-5 лет назад, кому звонить, в какой ларек звонить, убавить этот звук? Это было просто невозможно. А сегодня это и есть. И когда вот есть доверие, есть отзывчивость между представителями власти, а это такие же самарцы, между теми людьми, которые живут в этом конкретном дворе, на этой улице. Ну, еще раз хочу сказать, любая задача по плечу. Вам спасибо за ваш плод. Спасибо, Владимир Ильич. Спасибо. До встречи. Ну что ж, я лишь хочу напомнить, что следующий эфир выйдет, как обычно, из этой студии. Вы сможете задать свои вопросы главе города напрямую по телефону редакции. Ну, а я желаю вам всего доброго и до свидания.